Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Кто на нашей бренной планете самый большой, сильный и умный? Эти эпитеты точно не имеют никакого отношения к обезьяньему обществу. Крупнейшим млекопитающим является синий кит, но его вотчины — это морские глубины, а вот на суше правят балом слоны. Слоны — это единственные представители из 40 видов древней группы хоботных животных, которые жили до наших дней. Наиболее известные их доисторические представители — это мамонты, карликовые слоны и динатери. Сейчас на Земле живут три вида слонов — африканские лесные слоны, азиатские слоны и саванные африканские слоны. Вообще, все это время лесного слона причисляли к подвиду африканского, так как наши герои ничем себя не выдавали. Единственное, что отличало их от слонов — саванны. Это прописка в джунглях и разница в габаритах в полтора раза. А самого крупного африканского слона, факт документально зафиксирован, к сожалению, застрелили в Анголе в 1956 году. Это был красавец-самец высотой почти 4 метра и весом 11 тонн. Однако у нас сегодня в гостях вовсе не такой гигант, ибо он обычно намного меньше в росте своего африканского собрата. Он с небольшими ушами и бивнями. Также на хоботе есть пальцевидный отросток, которыми они хорошо научились пользоваться, как мы пальцами. А ещё у них отсутствует ярко выраженная выступающая верхняя губа, а на лбу имеются две шишки. Встречайте азиатского слона или индийского слона, млекопитающая отряда хоботных, единственный современный вид рода азиатских слонов и один из трёх современных видов семейства слоновых. Азиатский слон – это второе по величине современное наземное животное после африканского саванного слона. Род наших самых больших, умных и сильных возник в Африке к югу от Сахары во время Плиоцена и распространился по всей территории африканского континента. Затем слоны попали на южную половину Азии. Самыми ранними свидетельствами использования индийских слонов в неволе являются гравюры из долины Инда, датируемые третьим тысячелетием до н.э. Индийский вид является подвидом азиатского слона, который включает в себе индийского суматранского, слона Шри-Ланки и слона Борнео. Индийский подвид наиболее широко распространен, в отличие от других трёх азиатских слонов. А домашненные индийские слоны издавна использовались для ведения лесного хозяйства и для участия в сражениях. А сегодня в Юго-Восточной Азии есть много мест, где индийских слонов держат для туристов, и они часто подвергаются плохому обращению. Азиатские слоны, в отличие от их африканских братьев, славятся огромной силой и дружелюбием по отношению к людям, чего не скажешь об их родственниках. Правда, на чёрном континенте мало кто отличается дружелюбием. В целом азиатские слоны, как я уже сказала, меньше африканских. Они достигают высоты от 2 до 3,5 метров, весят от 2 до 5 тонн и имеют 19 пар рёбер. Мозг индийского слона весит около 5 кг, а сердце бьётся всего 28 раз в минуту. Из-за большого разнообразия мест обитания представители индийского подвида имеют несколько приспособлений, которые делают их необычными животными. Например, их туловище имеет около 150 000 мышц. Бивни используются обычно, чтобы выкорчевывать корни, и растут на 15 см в год. А ещё индийский слон может выпить 200 литров воды за день. И в отличие от их африканских собратьев, его живот пропорционален массе тела и голове. Азиатский слон обитает в основном в лесах. Он предпочитает светлые тропические и субтропические широколиственные леса с густым подлеском, из кустарников и особенно бамбука. Судя по слоновьим предпочтениям, нетрудно догадаться, что любят есть. Азиатские слоны, индийские слоны – травоядные и тратят до 20 часов в день на поиски пищи и кормления. Только в самые жаркие часы дня слоны укрываются в тени, дабы избежать перегрева. Количество ежедневно съедаемого ими корма составляет от 150 до 300 кг разнообразной растительной пищи. А это преимущественно трава, кора деревьев, корни, листья разнообразных растений, а также цветы и фрукты. Индийские слоны – это социальные животные. Самки всегда образуют семейные группы, состоящие из матриарха – самой опытной самки, ее дочерей, сестер и детенышей, включая неполовозрелых самцов. Иногда рядом со стадом находится один старый самец. Другие же самцы обычно ведут одиночный образ жизни, и только молодые самцы образуют временные группы, не связанные с матриархатом. Обычно взрослые слоны приближаются к стаду, только когда одна из слоних уж очень жаждет пылкой любви. При этом слоны устраивают брачные поединки. Хотя большую часть времени самцы достаточно терпимо относятся к друг другу, потому что их кормовые территории часто пересекаются. Готовы к драке за свою даму сердца, азиатские слоны обычно к 15-20 годам, после чего они ежегодно входят в состояние, известное как муст. На языке урду это значит опьянение. Этот период характеризуется очень высоким уровнем тестостерона и как следствие агрессивным поведением. При мусте из особой кожной железы, расположенной между ухом и глазом, выделяется пахучий черный секрет, содержащий сильные феромоны. Самцы также обильно выделяют мочу. В таком состоянии они очень возбуждены, опасны и могут напасть даже на человека. Муст продолжается до 60 дней. Всё это время самцы практически перестают питаться и бродят в поисках птичных самок. Любопытно, что у африканских слонов этот муст менее выражен и впервые наступают в гораздо более позднем периоде, начиная с 25 лет. Размножение у индийских слонов может происходить в любое время года, вне зависимости от сезона. Слонихи хотят любви очень короткий промежуток времени, всего 2-4 дня, поэтому самцу надо быстро победить всех своих соперников и уединиться с дамой на 3 недели. Кстати, в отсутствие самок, молодые самцы часто демонстрируют гомосексуальное поведение. Да, и такое бывает, не говоря уже о пристрастии азиатских слонов к алкоголю, вернее к забродившим упавшим фруктам, которые они очень даже любят употреблять и даже специально зарывают фрукты, чтобы те быстрее забродили. Беременность у слонов – самая продолжительная среди всех млекопитающих. Она длится от 18 до 22 месяцев, хотя плод полностью развит уже к 19 и дальше только увеличивается в размерах. Самочка приносит одного реже двух детенышей массой около 100 кг и высотой около метра. У него имеются бивни длиной около 5 см, которые выпадают к двум годам, прямо как у наших детей, когда молочные зубы меняются на взрослые. Во время отела остальные самки окружают роженицу, образуя защитный круг. Вскоре после родов самка испражняется, чтобы детеныш запомнил запах ее фекалий. Слоненок встает на ноги уже через 2 часа после рождения и сразу начинает сосать молоко. Мама с помощью хобота допыляет на него пыль и землю, высушивая кожу и маскируя его запах от крупных хищников. Через несколько дней детеныш уже способен следовать за стадом, держась хоботом за хвост матери или старшей сестры. Вскармливанием слоненка занимаются все лактирующие самки в стаде. Молочное кормление продолжается до 24 месяцев, хотя поедать растительную пищу слоненок начинает уже через 6-7 месяцев. А еще слонята поедают материнские фекалии. Не спешите фыркать, с их помощью им передаются не только непереваренные питательные вещества, но и симбиотические бактерии, которые помогают им усваивать целлюлозу. Матери продолжают заботиться о потомстве еще несколько лет. Молодые слоны начинают отделяться от семейной группы уже к 6-7 годам и окончательно изгоняются к 12-13. Скорость роста, взросления и продолжительность жизни слонов сравнима с человеческой. В природе индийские слоны доживают до 60-70, в неволе до 80 лет. Взрослые азиатские слоны не имеют естественных врагов, кроме человека. На слонят могут нападать тигры и индийские львы, но им потом может достаться от мамы. На протяжении всей истории люди охотились на слонов. Сначала ради мяса, позднее ради бивней. С приходом европейцев, истребление диких индийских слонов ради слоновой кости, охраны посевов и изменения условий обитания резко сократили их численность, и ареал. Азиатский слон, тем не менее, в неволе очень быстро приручается, легко поддаётся дрессировке и впоследствии может выполнять сложную работу. На протяжении многих веков слонов в Юго-Восточной Азии использовали как верховых, тягловых и вьючных животных. Чаще всего в лесозаготовках, где слоны выполняли роль живых кранов, перенося и грузя спиленные стволы деревьев. Взрослый слон может поднимать до 300 килограммов. К тому же прирученных слонов издавна использовали как боевую силу. Слоны вообще играли очень важную роль в культуре индийского субконтинента. В основных религиях Индии, индуизме и буддизме эти животные занимают одно из важных мест и традиционно участвуют в религиозных церемониях. Слон — символ положительного характера. Он используется в Азии как царское верховное животное и высоко ценится за ум и хитрость. Белый слон, возвестивший рождение Будды, стал символом освободителя людей, атаков и земного бытия. В индуизме Ганеша — это бог словесности и мудрости, и он имеет как раз слоновью голову. В древнем Китае слон также был символом силы и ума. А в западном античном мире экзотическое животное рассматривалось как атрибут бога Меркурия, воплощение наследственной мудрости и неагрессивной мощи. Кстати, Вы знали, что слоны способны слышать ногами и скорбеть по усопшим? Если нет, напишите в комментах, я обязательно расскажу. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также, обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч.